в эфире программа новости спорта меня зовут лада дудком сегодня у меня в гостях мастер спорта по фехтованию дмитрий швелидзе дим спасибо огромное за то что ты согласился со мной пообщаться сегодня у меня впервые интервью вот подобном формате у тебя на коленке на ноге сидит твой сын максим об этом мы обязательно поговорим но для начала я конечно хотела бы начать с твоей спортивной деятельности ты мастер спорта у тебя большое количество званий и выигранных призов и достижений за твоей уже спиной за твоими плечами расскажи пожалуйста дим каков этот путь с чего начался начался он еще со школьных годов когда я был в четвертом классе к нам в школу пришла девушка рекламировала фехтование как это в мои детских глазах выглядело люди одели какие-то костюмы взяли шпаги начали сражаться ухты я сижу и думаю как же это интересно но потом же нам предложили самим попробовать и тогда у меня глаза вообще прям загорелись я вышел по фехтовать со своей одноклассницей и проиграл ну меня это очень прям закусило я решил записаться на тренировки по фехтованию пришел на первую тренировку опять всем проиграл а потом когда пришел уже на вторую тренировку уже меня никто не видеть я не знаю что случилось дим кроме фехтование никакого спорта у тебя не было вот сразу как пришел так и влюбился можно сказать со 2 по 4 класса занимался триландо вот супруга моя тоже занимается секундом занималась вот после тхекундо я перешел в фехтование кстати я читала в твоем интервью ранее ты уже рассказывал про вашу спортивную семью но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже сейчас я все-таки хотела бы узнать побольше про спорт про фехтование конкретно потому что это не такой же знаменитый вид спорта на самом-то деле вы одеваетесь в определенные костюмы у вас есть шпага что вообще из себя представляет этот костюм шлем какие может быть правила вообще фехтование делится на три вида оружия это шпага рапира и сабля отличается это поражаемой зоной естественно правилами шпаги у нас поражаемая поверхность все тело в рапире только торс без рук в сабле верхняя часть тела то есть по ногам удары не засчитываются вот в рапире в шпаге уколы а в сабле это удары приезжаем на соревнования приехала 100 спортсменов этих 100 спортсменов делят на группы по 67 человек бои проводятся на 5 уколов у кого больше побед тот естественно получается больше в рейтинге следующем туре и вот по этому рейтингу составляется соседка и потом уже идут бои на 15 уколов то есть если ты проигрываешь бой на 15 уколов ты проиграл соревнования вот так же у нас есть и командная дисциплина фехтуется 9 боев на 5 уколов но может быть такое когда можно не дофехтовать до 5 уколов допустим счет 32 закончится и выходит уже следующий пары эффектуют и бой должен дойти либо до 45 уколов либо закончится время если закончилось время счет равный будет разыгрываться приоритет ты 2001 года рождения насколько долго может в принципе продолжаться спортивная карьера во фехтовании и какие у тебя на этот счет планы ну все будет зависеть от состояния здоровья спортсмена то есть вообще у нас есть возрастные категории у нас нету какого-то определенных весовых категорий вот есть кадеты дети кадеты юниоры и 23 и взрослые вот соревнования в туле были последние моей возрастной категории в 23 теперь я полностью выступаю по взрослым вот можно фехтовать лет и до 40 вот все будет зависеть от состояния здоровья лично мои планы конечно хотелось бы попасть на олимпиаду ну неизвестно пока что с политической точки зрения как это все будет происходить вот то есть мои планы попасть на олимпиаду и конечно же выиграть ее дим ты учишься закончил университет может быть ты поступил на второе выше как у тебя сейчас мы сейчас супруга учимся на втором курсе высшего образования в городе смоленска вот учиться нам еще два года там ну сам ты живешь в одинцово тренируешься в звенигороде вообще я сам со звенигорода вот я прожил там до 18 лет потом когда мы познакомились с супругой уже поженились тогда мы переехали в одинцово вот так мой родной зал тренировки учился я это все было в звенигороде как получается совмещать достаточно в раннем уже возрасте можно сказать ты обрел семью это здорово поддержка колоссальная сын жена это это дорогого стоит но как ты это совмещаешь все-таки спорт профессиональный это это очень энергозатратная история понятно что семья поддерживает время нужно уделять и туда и туда как у тебя все это складывается ну с этим все отлично как бы да моя жизнь в основном состоит из длительных сборов то есть как бы после завтра опять уезжаю на сборы они будут длиться 11 дней вот но у нас бывают выходные на выходные я приезжаю домой мы проводим время семьей выезжаем парке в этом парке любим в лазутина гулять иногда туда же бегаем супругой уходим во всякие кинотеатры развлекательные центры то есть всегда проводим время друг с другом семьей про супругу и про вашу жизнь вы я уже ранее говорила вы спортсмены ранее твоя жена анастасия дорогие зрители чтобы были осведомлены занималась тэквондо сейчас наверное еще в декрете не занимается как вы вообще познакомились как это сложилось познакомились в социальных сетях вот в данный момент когда это все происходило я был на подготовке к чемпионату европы на сборах тренировали со сборной команды россии прилетел с чемпионата европы занял там третье первое место у нас был восстановительный сбор перед чемпионатом мира он проходил в сочи и так получилось что на тренировке мы играли футбол я подскользнулся упал и порвал себе крестообразную связку я катался по врачам сочи приезжая в номер и когда мы первый раз созвонились супругой по видеосвязи потом я экстренно прилетел со сбора раньше на следующий день домой мы первый раз увиделись ходили в кино я был еще на костылях так вот прошла наша первая встреча вот ну потом уже все перетекло в врачную жизнь слушай дима я вот хочу вернуться такой неприятной теме к травме крестообразная связка такая история для спортсмена обычно даже после скорее всего ты делал операцию я так понимаю да и спортсмены в основном после такой травмы не возвращаются как она не повлияла психологически физически сколько-то восстанавливался операцию должны были мне сделать 1 апреля в тот момент это я травму получил 13 марта операцию должны мне были запланировали на 1 апреля в общем 24 марта мне звонят из клиники в которой мне должны были оперировать и говорят что в связи с пандемией карантином моя операция переносится на неизвестный срок в итоге прооперировали меня в августе мне пересадили с голеностопа на колено связки и восстанавливался я с августа по июнь где-то вот так вот была долгая упорная работа всякие упражнения лфк всякие тестирования сам работал в тренажерном зале закачивал ногу она у меня очень сильно меньше стало приходилось ходить тонус вот как бы так там еще конечно не только было надрыв крестообразной связки полный разрыв точнее там еще был надрыв мениска как ты после этого смог вернуться ну долгим упорным трудом психологически психологически я лежал в больнице я приехал только чемпионата европы мы его победили героически вот и мне очень хотелось еще поехать на чемпионат мира он должен был происходить в америке и выиграть его но поскольку у меня произошла травма я туда не поехал ну и произошел карантин отменили вообще все очень хотелось вернуться к следующему сезону но из-за того что операцию перенесли я не успел вернуться я лежал в больнице смысле о том что я уже хочу фехтовать я хочу всех выигрывать потом вернулся в тренировочные процессы и прямо почувствовал этот вкус победы она так всегда после долгих пауз конечно когда ты этим делом заряжен вот наверное я плавно подвела к тому к чему было у тебя за время спортивной карьеры не было ни разу мысли прекратить остановить карьеру потому что дело приелось много надоело не было ли у тебя выгорания вот подобных такие выгорания не бывают у каждого спортсмена каким бы успешным он не был у меня конечно тоже были такие моменты но я сумел с этим справиться сейчас все стабильно сейчас все стабильно все хорошо конечно вот этот сезон я показал себя не в лучшем свете но буду настраиваться тренироваться на следующий сезон я надеюсь что он будет лучше всех остальных то есть вы базируетесь в звенигороде помимо того что вы выезжаете на ну вот смотрите у нас тренировки сборными командами то есть сборная постоянно сборы проходят в разных местах вы просто ездить до сбор либо в сочи либо на озере круглом это в городе лобня либо в москве на чикаго фарени маленький промежуток времени у нас есть перерыв между сборами это может быть 25 дней эти тренировки проходят тогда уже в звенигороде с личным тренером и с моими одноклубниками которые тоже тренируются в этом клубе дим ты постоянно на выездах постоянно на сборах как супруга справляется без тебя не говоря уже о том что это огромная любовь и ты постоянно по человеку скучаешь ну я уверена что я права плюсом и маленький ребенок как вы этот процесс прошли потому что я уверена ты из фехтования не уходил когда супруга ушла в декрет поэтому вообще супруга тоже спортсмен она тоже раньше выезжала сцена на эти сборы она понимает что это такое то есть в этом плане нам лучше но тренировки у нас проходят на сборах три дня тренируемся или четыре день полтора отдыхаем то есть в основном все свои выходные я приезжаю домой конечно если это не сборы сочи или за границей ну то есть в основном спокойно да в основном это все происходит спокойно какие-то если не особо сильные далекое расстояние я беру свою супругу сына собой на соревнования даже так даже происходят такие вот в марте был турнир смоленский куда мы ездили с супругой она болела за меня здорово у вас прям классная спортивная семья супруга не собирается возвращаться в тэквондо после декрета уже уже мама да уже все как фехтование идет сезон когда он начинается когда он заканчивается вот именно по соревнованиям есть у вас какие-то какой-то регламент по соревнованиям соревнования начинаются в основном октябре и проходят они до мая вот в этот момент в промежуток выступаем на соревнованиях получаем зарабатываем очки допустим вот у нас в 30 в топ 32 нужно попадать и вот стопа 32 тебе начинают начислять очки вот и по итогу всех соревнований которые идут в систему отбора выявляется рейтинг и вот первые четыре человека они попадают сборную и после вот как раз таки я сказал мая уже проходит важное соревнование того чемпионат европы чемпионат мира куда вот как раз едет сборная команда это четыре человека от всей страны вот куда стремится российское фехтование вот какую-то можешь аналитику может быть может быть провести за последние даже пять лет вперед назад может быть есть развитие нет его вот как с твоей страны ну с каждым годом он движется все вверх и вверх я смотрю детишек больше начинает заниматься финансирование естественно хватает то есть все есть есть деньги выезжать на соревнования за границу и все остальное вопрос вот в разрешении участие нас за границей соревнователь вот кстати про за границу дим ты часто и много куда ездил много что выигрывал скажи пожалуйста была ли у тебя как как когда-нибудь мысль пофехтовать за границей не за россию выступать за другую страну приглашали тебя залезу в душу да меня приглашали фехтовать за другую страну но я считаю что я должен фехтовать только за россию у нас другие страны вот куда есть не секрет им куда меня звали до грузию грузию да но я просто не вижу не вижу развития себя за границы выступления за другую страну как подписываются материальные документы именно контракты фехтование вот не очень интересно когда начинается денежная история когда спортсмен дошел до того момента что к нему пришли сказали давай подписывать контракт как это происходит во сколько лет обычно но тут все зависит от результатов в каком возрасте ты себя покажешь проявишь то есть я проявил себя наверное первый раз лет в 17 и начал получать какие-то гонорары 17-18 лет оплачивая федерация московской области клуб звенигородский министерство спорта россии у кого-то динамо у кого-то цска еще какие-то определенные там премии губернаторские президентские какие-то выплаты то есть отовсюду так ну вы спортивная семья спорт у вас у всех в крови наверное у сына и наверное уже если у твоего максима твоего сынишки задатки спортсмена хочешь ли ты его отдать фехтование чтобы он продолжил твой путь я очень хочу конечно чтобы он занимался спортом так если смотреть я вижу что в какой бы спорт он не пошел он добьется там высоких результатов опять же так уже изначально ну вот не знаю мне это кажется я вот так вот вижу на самом деле я не ставлю каких-то определенных там видов спорта то есть куда он захочет сюда он пойдет то есть чтобы не было такого даже чтоб он там недельку позанимался одним видом спорта недельку другим то есть куда он захочет там он будет серьезно заниматься но опять же я буду смотрю подходит ему не подходит слушайте мне кажется вот если бы они запрещали бы выезды в за за море за границу передо мной бы уже сидел олимпийский чемпион потому что у тебя очень много достижений скажи пожалуйста в чем секрет твоего успеха как как получается так помимо таланта потому что почему я поняла эту тему существует такое мнение причем она разделяется что вот есть талантливые спортсмены у которых есть определенный дар талант от природы то есть это физические данные сугубо а есть люди которые вспахивают площадку грызут ее зубами площадку песок неважно где они тренируются где не работают чем секрет успеха вот по твоему мнению это талант или это все-таки пахота что нужно делать либо это нужно совместить я сразу вспоминаю себя маленького я когда начал заниматься фехтованием не но очень прям понравилось у меня горели глаза я когда уходил из тренировки я уже ждал когда начнется уже следующая тренировка тренировка была у меня через день я прям считал минуты секунды когда у меня начнется тренировка я приходил на тренировку всегда за час брал оружие колол в мишень как-то смотрел как занимаются старшие какие-то приемы у них подсматривал в тот момент я очень мало знал приемов то есть мне казался там укол под руку это прям что-то сверхъестественным я смотрел как старшие это делают прям пробовал сам на тренировке пробовал на мишени после тренировки еще тренировался сам как-то с тренером больше общался чтобы он не подсказал куда муж мне направить свою энергию больше и так вот это все перетекло какие-то мои высокие достижения опять же благодаря тренеру благодаря упорной работе поддержки близких семьи но в любом случае даже я скажу так что любой талант рано или поздно он перетекет в работу и то дело которым ты занимаешься оно должно тебе нравиться тогда у тебя будут там высокие результаты слушай дима ты мне сейчас рассказывал про твои горящие глаза я вот прям еле сдерживалась чтобы тебя и чтобы тебя не перебить потому что вот опять же возвращаясь к тому с чего мы начинали про выгорание вот я уверена у тебя вот это состояние когда ты хочешь постоянно тренировку она длилась и ну около то может быть в общем много лет сто процентов да я уверена в этом как перебороть вот это чувство нас возможно смотрят какие-то спортсмены на закате на рассвете карьеры не имеет значение как справляться с тем что тебя вот в начале тренировочного твоего игрового спортивного пути горят глаза а потом ты понимаешь что все как вот с этим бороться знаете мне вот это вот выгорание началось тогда когда я уже тренировался сборной командой я постоянно был на сборах то есть я тренировался на сборах улетал на соревнования приезжал домой переночевать и сразу же на следующее утро я уезжал обратно на сборы или на соревнования то есть у меня был очень прям плотный график конечно у меня пошло вот это выгорание или тренированность мне не хотелось не брать ни шпагу в руки и вообще ничего мне хотелось выйти из зала тут важен психологический подход тренера то есть мы с моим тренером сошлись к тому что он дал мне какой-то определенный перерыв там пару дней отдохнуть как-то переключиться там сходить в кино как-то там не знаю фокус смена другое да и знаете мне это помогло то есть как бы вот с выгоранием с этим всем нехорошим чувством можно справляться по крайней мере мне вот это помогло дим спасибо огромное за то что согласился с нами пообщаться на этой прекрасной ноте без выгораний мы заканчиваем наше интервью спасибо что пригласили было очень приятно мы желаем тебе успехов в дальнейшем только побед и много много медалей спасибо огромное будем стараться а у меня в гостях был мастер спорта по фехтованию дмитрий швелидзе меня зовут лада дудком это были новости спорта